Добрый вечер, Владимир. Мой вопрос пропал. Нравится девушка, ум сразу рисует картину того, как мы будем гулять, ходить в кино и так далее. Я стараюсь ни о чем не думать. Ну и зря. Ты будешь об этом думать. Ну и рисуешь картинки, рисуй. Следи за тем, как эти картинки не реализуются. И жди не того, как эта картинка сейчас реализуется, а то, что ее не будет. Все будет по-другому. И как только будешь ждать, оно сложится совсем по-другому. Может даже так, как ты и ждал. Там хитро, в общем, все. Нет того, как будет. Но не будет так, как ты ждешь точно. Поэтому жди того, что не будет так, как ты ждешь. И оно будет так, как ты ждешь, возможно. Вот, блядь, так. Вот оно, вау. Вообще, шиза полнейшая. Я стараюсь ни о чем не думать, но эти мысли все равно возникают. Значит, ничего хорошего не будет. Реальность будет делать плохо за мои эти придумки? Нет. Нет ничего плохого. Ничего плохого. Ничего плохого – это твои критерии. Ты просто заложник критериев, как не должна быть и как должна быть. Что плохо? Что не даст тебе? А чего хорошего в том, что она тебе даст? Потому что ты ее потрахаешь, и у тебя вот это сработает триггер мастурбативный, после которого тебе она вызовет отвращение, потому что ты не привык с девушками заниматься сексом. То есть ты хочешь ее трахнуть, утвердиться, искать ребятам и уже испытать отвращение. Потому что первый секс всегда как к блинкомам сто процентов. Вы пока связь с ним, у вас не возникнет, доверие, у вас секса не будет хорошим. То любой секс – это дрочка. Чего ты же держишь от нее? Что она что? Сделать так, как ты хочешь? Значит, ты… Значит, она сделает по-другому. Потому что ты не с ней общаешься, а со своим представлением. То есть ты уже представил, как хочу. Значит, ты не с этой девушкой общаешься, а с какой-то воображаемой. Вот она тебе даст по жопе. По жопе. Поджопник хотел сказать. Все. Получишь по жопе от этой девушки. Потому что ты видишь другую. А ты ведь эту… Вот если она тебе поджопник бьет, все, нормально. Интересно. Значит, за что-то. Вот и посмотри, за что получил. Все будет плохо. Все хорошо. Это мастер с тобой общается в этот момент. Мастер. Поджопник тебе дает мастер. Но он не мужского пола. Мастер – это бог. Это он безполый. И вот в этот момент, пока с тобой происходят сюжеты ситуации различной жизни, взаимодействует мастер. Бог Шива. Он приходит к тебе и вот приглашает тебя в практику. Ты правильно написал, да, что надо все наоборот. Все случается наоборот. Никогда не будет так, как ты хочешь. Если ты будешь ждать, что все будет не так, как ты хочешь, оно будет так, как ты хотел. Или возникнет нечто, что ты увидишь как то, что ты хотел больше, чем думал, что ты это хочешь. Что-то гораздо более интересное, более крутое произойдет, более кайфовое. И ты скажешь, о, это, как я мог хотеть то, когда вот так оно сложилось. Это вообще всегда так происходит. Ладно, я прочел про дочку, про то, что вы ее Сарой назвали, что ты боишься, ее будут обзывать из анекдотов. Никто ее не будет обзывать из анекдотов. Если рядом с ней люди, которые будут позволять себе такое делать, то есть считать вправе себе таки отпускать в ее сторону шутки, совершенно определенно, что она должна от этих людей двигаться к тем, кто этого не делает. То есть создавать свое окружение, не ждать от них. Ну, смотря как вы ее воспитаете. Если вы будете ругаться друг с другом, подкалывать, придуриваться или там обвинять в чем-то, да, естественно, и начнут прикалываться, ей будет больно и стыдно, и она все с вас, весь пример с вас возьмет. Как вы с женой общаетесь, так и она будет, что вы ей дадите. Научите, что нужно чего-то стыдиться, вот она и будет стыдиться. Научите, что будет видеть, что вы друг друга оскорбляете. Будет тоже и больно, когда ее будут обзывать, даже неважно как. Все от вас зависит, какой вы ей даете пример. Вот ты боишься, споришь там с женой, да, наверное, она это видит, слышит. Все, ты ей передал это, будет так и будет, как ты боишься. Как ты с женой своей общаешься? Ты ее любишь, ты уважаешь ее, ты ее боготворишь. Я не имею в виду подарки ей даришь, колечки там покупаешь дорогие. А наслаждаешься внутри, видишь в ней богиню. Но не обязательно об этом говорить. Ангела видишь в ней, растворяешься в ней весь. Наслаждаешься жизнью своей. Ты счастлив, ты свободен. Вот чего бойся. Если этого нет, вот этого бойся, потому что именно это ты и передашь своей Саре. А не имя. Имя здесь ни при чем. Ты страхи свои ей передашь. А ты их передашь, потому что ты в сюжете. У тебя жена, у тебя там какие-то с ней споры, терки. Ты в сюжете, все. Твоя Сара, и потом начнете друг друга обвинять. Что ты имя такое ей дала? Поэтому она такая стала забитая и боится всего. Нет. Вы передали оба с ней свой сюжет. Вы пока из сюжета не выйдете, ваши дети будут проигрывать те же самые сценарии. Одно и то же все будет. И еще хуже. И вина не в том, как вы назвали, и не в ком-то конкретно, не в тебе или там, в жене. А вот в том, в какие роли вы играете, в каком спектакле вы играете. Она будет продолжением вашего, этого ублюдочного спектакля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...